был утвержден план строительства магазина по улице Калматинская, дом 7, корпус 1. Первоначально здание имело прямоугольную форму, по форме участка. При строительстве и при согласовании с различными организационными организациями оказалось, что в центре участка находятся два колодца картонной защиты, рядом стоящего дома, дома 5. Мы обратились в организацию, которая этими колодцами владела, и нам объяснили, что не менее 12 лет эти картонцы картонной защиты должны проработать. Прошло 12 лет, в прошлом году мы обратились повторно, и нам было разрешено эти колодцы картонной защиты перенести в другое место, что вы не сделали. Вопрос в том, чтобы в соответствии с первичным проектом сделать форму магазина здания прямоугольной формы, так как до этого она делала форму преобразную. При этом увеличивается общая площадь здания на 285 метров. На предыдущем заседании, на которое нас, к сожалению, не пригласили, мы ему все это объяснили, никакого второго этажа не планируется, никакого подвала не планируется, если какие-то там были вопросы еще, то есть площадь по контуру зданий не меняется, что и было объяснено на заседании в префектуре. Ну, собственно, и все. Пожалуйста, вопросы. Можно вопросы? В плане, вот я была в префектуре, и там высота вашего здания изменена 11 метров. С 7 до 11. Вот объясните, пожалуйста, вы говорите, второго этажа не будет. А что будет? Подвала? Да, второго этажа и подвала не будет, как вам было объяснено. Дело в том, что вот эти 11 метров, они вообще были заложены в первичный проект. Поэтому, если у вас какие-то есть сомнения, то мы можем, так сказать, объяснить вот эти появившиеся, вернее, не появившиеся, а оставшиеся 11 метров от строительства первичного. Ну, поясните, мы как раз проект и задаем вопрос. Ну, вот я могу как бы передать фотографии. Вы имеете в виду, это дело в том, что ГПЗУ там закладывается максимально возможные этажность. Да, то есть мы можем не более 11 метров и, допустим, не более 1300 метров. На одной фотографии, где, как сейчас, а на второй фотографии там купол будет. Потому что крыша у этого помещения, мы сейчас точно так же, такую же, как мы здесь, сделать не можем. Там наливной, бетон, так далее, без закрытия магазина, крыша, в общем, такую же сделать невозможно. Поэтому там либо купол какой-то, там, ну, какой круглый. Да, но он не будет, конечно, 11 метров, это естественно. Ну, то есть он будет круглый, закрывать вот эту площадку. Если высоту, мы пока конструктивно не, пока не получим свершения, все конструктивные, конечно, не знаем, но никакой речи о втором этаже, как вот, как мы поняли, это самая сложная тема, никакой речи не будет. То есть, противоречики рассчитают минимальной высотой этого купола, чтобы закрыть, но там делать, как бы, вообще, как бы. Там же за вашим магазином дом, если вы... Нет, один дом. Он сбоку. Почему? Сбоку, а седьмой дом, прям за ней. Ну, он подальше. Нет, один дом. Это все равно. И что? Ну да, там седьмой дом, там, между седьмым домом магазином, там детская площадка. Да. Ну, никаких, как говорится, у нас. У нас участок не заходит. Нет, это все понятно. Просто, если будет высота 11 метров, ну, вы представьте, сколько... Нет, у нас не будет 11 метров. Вообще-то никто не думает про 11 метров, потому что... Лучше бы пройти 11 метров, мы не писали. И трогать его никто не будет просто. То это сегодня не будет. Завтра будет новый хозяин, русская голова, у меня проектные документации нет. А если вот они сегодня не планируют, а завтра решат сделать 11 метров? Нет. Один этаж и площадь объекта 1300 метров. Существующий объект 944,5 метров, свидетельство. То есть мы можем только 300 метров прибавить площади. То есть вы вот это пространство закрываете, у вас будет все как бы... Да, если мы делаем 11 метров, то как и было в первичном проекте мы еще не меняем. Площадь объекта как минимум в два раза возрастает. Поэтому ни о каком изменении высотности вообще речи не идет. Вопросы, пожалуйста, уважаемые. Вопросы, замечания. Если мы сделаем второй этаж, это будет самострой. То есть однозначно без вашего участия мы никак не сможем построить второй этаж. Его никто не собирается строить. Вы там оставляете, простите, перебила. Вы оставляете, ну как бы, главное, да, это продажа продуктов будет? Да, да. И до значений никак не меняется. Что у вас будет? Дополнительные площади, да. Там же культура какая-то у вас. Да, совершенно верно. Одна из идей, как говорится, чтобы сделать. Может быть, какой-то там зал для экспозиции, какая-то художественная школа, что-то там. Потому что... Расширить специализацию. Да, расширить специализацию. Вот это второй свет был, я так понимаю. Да, да. То есть кубок второй свет. Так латриум как-то сделают. И не просто, чтобы это магазин был. Магазином достаточно, да. А вот что-то такое, чтобы тоже было и удобно для жителей района. Что-то новое, свежее, такое, не обязательно продажное. Там за ним сад. Ну, может быть, школа какая-то там. Или какой-то мини-детский сад. Это что-то как-то. Вы говорили, что вы ходите в социальный контакт, да? Что какие варианты? Ну, вот что-то или с образованием связаны, или с выставками, может быть, какие-то. Выставочный зал. Да. Выставочный зал. То есть именно вот такого плана расширить назначение объекта и сделать какую-то пользу району и жителям. Пожалуйста, уважаемые результаты, вопросы, предложения, примечания. Вопрос, да. А если вдруг вам удастся такой объект сделать, готовы ли вы, например, сотрудничать с конкретными жителями? Потому что жители часто обращались, потому что они хотели бы кто-то презентовать, чтобы кто-то позанимался, где-то. Ну, там, сейчас нет у вас угодно и помещения муниципальные, например, да? Ну, на ваших территориях какие-то мероприятия. Ну, конечно, да. Это же все равно делается для жителей, потому что здесь, вы знаете, район, который достаточно много домов. То есть здесь такая непрользованная, непрользованная. Ну, для этого и делаем. Так просто проставить, не собираемся. И будет не просто польза, и внешний вид изменится этого объекта. Сейчас там двор непонятный. Иногда может быть не очень красиво это выглядит. А будет такого же плана, то есть один в один, там, стеночка. Если разговор идет только вот об этой вот достройке, то речи нет. Вы-то видели одиннадцатиметровое здание, поэтому мы отказали. Вам надо было сразу прийти. То есть ее ведоми надо было спросить, можно ли? Это же вам нужно, а не нам сначала. В вашей коммерческой структуре это нужно. А сейчас она ходит в собственности, да? Право собственности оформлено. Право собственности оформлено. И за срочную аренду, да? В земельном участке. Да. Среди по собственности все есть.